Итак, надо поставить свечи возле алтаря, протереть пол, чтобы чистая была. Когда человек протирает пол, он освобождает от духов это место, особенно если он немножко молитву читает в это время. Надо поставить какой-то коврик, на котором вы ничего другого не делаете, кроме молитесь. Сесть. Есть несколько положений тела, которые эффективны во время молитвы. Это на коленях стоять, не двигаться. Потом поза алмаза, это когда садишься на голени. Потом есть поза лотоса, вот так ноги скрещивать. Можно одну ногу за другую вот так закладывать, тоже сидеть. Можно стоять прямо неподвижно. Но ни в коем случае не надо ходить, двигаться как-то. Молитва означает очень застывшее положение. В это время сильно возрастает концентрация. Для того, чтобы сосредоточиться глубоко внутрь себя, нужна концентрация. И во время молитвы есть несколько этапов. Послушайте меня внимательно. Первый этап. Я как бы нормально, у меня нет проблем. Я кланяю святого человеку, нет проблем. Молюсь ему, нет проблем. Все классно. Потом постепенно я начинаю чувствовать, что у меня нет глубокого контакта с ним на самом деле. Я ничего не чувствую. Это очень важный этап, когда человек ничего не чувствует. Он доходит до отчаяния в сердце. Он молится. Это отчаяние и при интенсивной молитве приходит где-то через 30-40 минут. Человек молится, но ничего не чувствует. Это важный этап, запомните. Потому что в это время человек должен сказать святому человеку в отчаянии, «Помоги мне, пожалуйста, почувствовать твою святость. Помоги мне тебе служить. Я не могу сам это сделать». И когда человек такое слово говорит, потому что желание человека является основой в этом мире, в духовном мире, во всех мирах. Желание – огромная сила, которая все меняет. И когда я прошу его помогать мне, «Пожалуйста, помоги», я в отчаянии прошу. Немедленно я начинаю чувствовать его чистоту. Я понимаю, что это его милость. Я не сам почувствовал, а он так захотел. Следующий этап, когда ты почувствовал чистоту, надо дальше служить. Вот что такое служить святому человеку? Это очищать свое восприятие этой личности. Надо мысленно кланяться ему и как будто мыть ему стопы. Таким образом пытаться очистить полностью его восприятие, чтобы весь образ стал нектарным. Он должен быть просто соткан из такого глубокого сладкого вкуса, который разливается в сердце, как из стома. Понимаете? То есть надо очищать свое восприятие этого человека. И потом, когда вы это начнете делать, то дальше вот эти отношения со святым вам начнут показывать, что делать дальше. Как это будет показываться? С помощью образов, которые возникать в сердце будут. Возникнет образ мужа, обиженного на вас. И вы должны очищать этот образ немедленно, как только его увидите, с помощью святого человека. Думая о святом человеке, надо служить святому человеку. И служа святому человеку, нужно очищать свой образ мужа. Такой же нектар пытаться сделать в отношениях с ним. Вот вы уже почувствовали, что такое чистое отношение через отношения со святым человеком? У вас в сердце возникает образ мужа. Вот закройте глаза, допустим. Вспомните близкого человека. Кто из вас чувствует огромное счастье, вот такое, как будто светлая память удивительная перед вами сколыхнулась, когда вы вспомнили близкого человека? Поднимите руку. Есть такие люди? Значит, вы уже, наверное, это делали, да? Уже работали над этим, так? Потому что обычно светлая память не возникает. Возникает обида или чувство, ну просто, вот, хороший человек. Или когда люди только познакомились, у них вот этот период идет наслаждение. Они думают, что этот священный образ близкого человека возникает. На самом деле возникает чувство наслаждения от него просто. Это немножко другое. Итак.